Приветствую вас! Давайте, наверное, начнем с самого начала и скажем, вот по ходу вашего сообщения, да, по ходу текста, по ходу преслования, мы с вами попробуем пройтись и проанализировать причины того, что с вами происходит. Значит, во-первых, то, что вы большой трус по жизни, это ваша субъективная оценка того, вот как вы, ну, как вы себя сами представляете. Это ваша субъективная оценка, которая сформировалась, скорее всего, в результате негативных результатов вашей деятельности. То есть вот то, что вы делали, да, то, что у вас, я не знаю, не получалось, например, вы это все, как бы, восприняли как проявление своей трусовки. Трусость вообще, это всегда, ну, социальная оценка, то есть оценка других людей, того, что делаете вы, того, что совершаете вы. Трусость, это всегда то, что оценивается людьми, но практически всегда имеет именно, ну, я бы сказал, наверное, знаете, субъективную оценку самого человека. То есть вы, зная, что вы трус, при этом, наверное, можете для себя объяснить, почему вы вели себя именно так, а не иначе. То есть у вас-то ведь есть причина чего-то опознаться, например, у вас есть причина чего-то бояться, например, у вас есть причина вести себя определенным образом. И вот эти причины ни в коем случае нельзя исключать, ибо они являются прациональными, они являются правильными, они являются верными, и их нельзя в себе подавлять. Нельзя. Далее. Если эти причины, точнее, поведение, которое проистекает из этих причин, негативно влияет на вашу жизнь, на ваши, ну, я не знаю, на ваши результаты, да, на вашу деятельность, на ваше поведение, то вот встретить, конечно, с этим, разбираться, естественно, нужно, но давайте сразу, сразу определим, что разбираться нужно далеко не совсем, а только лишь тем, что я еще раз говорю, вам вредит. То есть, если сами по себе причины являются правильными, верными, естественными, имеющими право на существование, если сами по себе причины являются самодостаточными, то вот поведение ваше является, скорее всего, компенсирующим. То есть, оно призвано защищать вас не только от этих причин, которые сами по себе являются рациональными, но и от мистических представлений, то есть тех, которых в реальности нет. И вот с теми, как бы, с той сферы, которой в реальности нет, и нужно разбираться с вами. Далее вы пишите, что боитесь принятия решения, страх отхождения, страх принятия решений. Ну, во-первых, страх принятия решения, это страх ответственности. И он, этот страх ответственности, произникает из того, что либо вам в детстве не позволяли брать ответственность за себя, за свои поступки, например, Либо, напротив, возлагали слишком много ответственности, из-за чего вы теперь, ну, скажем так, боитесь ее. То есть, то, что вы боитесь ответственности, имеет свои причины. Какие причины именно? Пока, естественно, непонятно. Потому что непонятно, откуда взялся страх, и непонятно, какова его природа. Но, очевидно, я надеюсь, вы не будете с этим спорить, очевидно, что этот страх вам вредит. Этот страх не позволяет вам действовать так, как хочется, а раз так, от него нужно избавляться. Это тот страх, который является мистическим, неправильным, искаженным даже представлением о реальном мире. И вам необходимо вырабатывать, если угодно, новые понятия. Понятия истины, которые являются объективным отражением мира. Ну, максимально объективным отражением мира. Далее, если вы боитесь, то, видите ли, как человек боится, да, он боится чего-то. И страх его парализует. То есть, страх своих, как бы, умеренных проявлений, это полезная вещь, это полезное свойство. Но, когда страх очень сильный, то он человека парализует. И, соответственно, необходимо для себя сделать правильный вывод о том, что страх есть защитная реакция. И защитная реакция есть то, что мешает человеку понять истинные причины того, что с ним происходит. Так вот, отчего же вы защищаетесь? Самый такой, на мой взгляд, главный вопрос. Отчего вы защищаетесь? Что вы не хотите принять? Что вам не нравится? Что ваше сознание и подсознание воспринимает, как прямую угрозу вам? Ведь решение, ну, решение о жизни, да, решение, там, по каким-то ситуациям принимает все всеми людьми. И это, то, что это действительно так, вряд ли вы будете отрицать. И тогда, если вы не будете этого отрицать, давайте подумаем, а в чем же для вас такая угроза тому, что вы принимаете решение? Важно найти за страхом, что является мистическим представлением, как я уже сказал. Важно найти за ним реальное негативное переживание, реальное негативное обстоятельство, которое вам неприятно. Для чего? Чтобы это негативное обстоятельство осознать, выявить его и, выявив его, скорректировать свое поведение правильно. То есть имеется в виду здесь, что вы скорректируете свое поведение таким образом, что больше это обстоятельство не будет вам вредить. Оно больше не будет вам мешать, оно больше не будет вас напрягать, оно больше не будет вносить деструктив в вашу мобиль поведения и поможет вам адаптироваться, скажем так, к ситуации. Это то, что нужно сделать в первую очередь. Во вторую очередь, то, что нужно сделать, это задать себе вопрос. А что будет, если это все же случится? Ну, то есть, вот случится так, что вы все-таки ошиблись при принятии решения, например. Случится так, что вот какие-то негативные обстоятельства, о которых вы боитесь, все же произойдут. Что будет тогда? Как вы будете вести себя тогда? Какие ваши действия будут тогда? С этим тоже нужно справиться. Это тоже нужно подумать. Об этом нужно подумать. Почему? Для чего? Да потому и для того, чтобы вы сами, как бы, увидели и проработали возможную модель поведения, свою модель поведения, на случаях, если будет неудача. И это очень важно. Очень важно для вас. Представление, представление того, что произойдет в случае наступления тех негативных обстоятельств, которых вы не хотите, которых вы не хотите для себя, существенно снизит ваш страх. существенно уберет его, и, ну, в общем-то, позволит вам действовать в обстоятельствах, связанных с ним. Наконец, еще одно решение, это вопрос «Наступило ли то, с чего вы боитесь?» То есть, постоянная рационализация, постоянное осознание, постоянный вопрос к себе, а случилось ли то, чего вы боитесь? Случилось ли это или все еще есть только в вашем сознании? Дело в том, что страх живет, пока его не пытаются осветить. Как только его освещают, как только о нем говорят, как только его осознают, тут же начинаются у этого самого страха большие-большие проблемы. Страх не любит, когда его осознают. Страх не любит, когда его вытаскивают на свет. И это то, что вам нужно понять. Если вы будете задавать себе этот вопрос, то вы будете спрашивать себя о том, наступили ли обстоятельства, которых вы боитесь, если нет, то все нормально, вам будет легче бороться со своими страхами. И еще один момент. «А так ли страшно то, что со мной произошло? Так ли это ужасно и неприятно то, что со мной произошло?» Вот в купе с тем, что я говорил вам до этого, то есть в купе с тем, например, что вы будете представлять себе, как вы ведете себя в ситуации, когда у вас все-таки наступили какие-то негативные моменты, негативные обстоятельства. В купе с этим всем вы увидите, что ваш страх это во многом и чересчур завышенное, усиленное вашим восприятием всего лишь представление и не более того. И вот это то, что вам нужно для себя понять. Именно так вы можете бороться со своими страхами, именно так вы можете с ними справляться. То есть их даже не нужно подавлять. Нужно просто узнать причину, причину этих страхов ваших. И после того, как причина будет выяснена, нужно просто грамотно подойти к нему, ну, к страхам, я имею в виду. И все. Для какого подавления речи не идет. Потому что страх это естественно по прямому человеку. Естественно его свойства. Далее. Значит, страх осуждения. Ну, здесь, конечно, момент такой. вас осуждать будут всегда. То есть, вот, знаете, люди всегда всех осуждают. Таковы они. Таковы люди. И на самом деле, на мой взгляд, довольно наивно предполагать, что вас никто никогда не будет осуждать. Другое дело, что значит это осуждение. Другое дело, что оно означает. Но это куда более важно, на мой взгляд, ну, вещь. Что означает это самое осуждение. Что оно значит. О чем оно, ну, знаете как, о чем оно свидетельствует. Именно осуждение. О чем оно свидетельствует. Вот это очень важный момент. О чем свидетельствует осуждение. Осуждение свидетельствует о том, что вы на правильном пути. Потому что никто по доброй воле, никто будучи счастливым, будучи ну, в гармонии, в определенной, да, и так далее, никто не будет вас осуждать. Почему? Ответ достаточно прост. Потому что осуждают те, кто в этом нуждается. Осуждают те, кому это нужно. Осуждают те, кто за счет этого хочет чего-то добиться для себя сам. И соответственно к осуждению стоит опроситься именно так. Осуждение делается не для вас, а для людей. То есть люди осуждают потому, что им так хочется. Ну, а почему вы прислушиваетесь к чужому мнению? Как вообще стало актуальным важность чужого мнения? С этим нужно разбираться. Потому что это определенно неуверенность в себе. И если неуверенность в себе, то нужно говорить о том, в чем вы неуверенны и почему. Нужно обновлять вашу систему ценностей. Потому что когда речь идет о страхе осуждения, то это всегда личностный конфликт, а личности это система ценностей, наших ценностей, индивидуальных ценностей. Вот здесь вы говорите, что у меня дальнейшая самооценка. Это связано с тем, что опять же, что значит дальнейшая самооценка? Это значит, что вы сами себя оцениваете неадекватно, а ориентируетесь на оценку других людей. Другим людям не выйдем считать, что вы действительно ценный и значимый человек. Потому что тогда это принято их. И вам нужно понять, в чем вы не уверены в себе, что вы не принимаете в себе, и соответственно то, что вы не принимаете в себе, и то, что является частью вашей индивидуальности, это нужно выяснять, это принять, а то, что является исключительно негативом, максимально купировать, максимально минимализировать, чтобы не мешало вам в жизни. Но тот остаток, который будет, его тоже нужно будет принять. Далее, если вы начинаете надеяться на лучшее, то в итоге появляются проблемы. Все это с тем, что вы много энергии вкладываете в то, чтобы хотеть чего-то хорошего. если человек надеется на лучшее, он как бы уже рассчитывает на то, что у него будет все хорошо, и оказывается не готов к тому, что с ним происходит. Плохое, разочаровывается, боится, и в итоге начинаются проблемы. Надежда на худшее это одна из защитных реакций. Это не есть правильно, потому что не нужно надеяться на лучшее, не нужно надеяться на худшее. Нужно просто делать то, что вам важно, то, что вам ценно, и любой результат отрицательный или положительный воспринимать как естественно, потому что любой результат это важно. И негативный результат это важно для личностного родства. Позитийный результат означает, что вы на верном пути, но не в конце пути, конца пути не будет никогда. Понимаете? То есть вот такой момент. Вы спрашиваете, это лечится и насколько сложно? Сложность это лечится, это не является как таковым заболеванием, мне кажется, это просто психологическая проблема. Это не требует лечения, но требует работы с психологом. А насколько сложно? этого зависит от вас. То есть вот насколько у вас сильны защитные механизмы и насколько вы готовы реально менять свою жизнь. Если механизмы защитные сильны, то они будут мешать нашей работе. Ну наши, я имею ввиду ваши и того человека, которого вы выберете для личного консультирования. если вы недостаточно готовы что-то менять в своей жизни, ситуация та же самая. То есть также вы будете сложно двигаться к процессу адаптации к реальной жизни. И сложность это еще и направление работы. То есть определенные это детско-радические отношения, определенные это социальная терапия, определенные это когнитивная терапия, то есть выделение и формирование истинных понятий, определенные это работа со стражами, определенные это личностный рост, личностная терапия, то есть направлений сразу несколько. В принципе при грамотном подходе в одну консультацию можно уложить одно из направлений. И вы получив определенные средства могли бы эти средства использовать в своей жизни дальше. Ну, а если вам так неудобно, то тогда можно работать непосредственно над каждым пунктом, над каждой проблемой, все подробно, досконально разбирать. Но это время, это сила, это денежные затраты. Вот так. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делать его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.